Привет, я Настя. Мы в Лоботрясах и сегодня учимся дегустировать кофе и искать в нем вкусовые нотки. Не всегда с легкостью можно распознать ноты в кофе, особенно самые деликатные, цветочные и фруктовые. Сегодня мы познакомимся с упражнениями на развитие вкусового восприятия, которые помогут выйти на новый уровень взаимоотношений с чашкой черного. Рецепторы любого человека обладают безграничными возможностями по распознаванию вкусовых характеристик. Но мы не часто к ним обращаемся, потому что привыкаем к определенным блюдам и напиткам и по мере употребления уже не вдаемся в ощущения. Поэтому для начала важно отнестись с энтузиазмом к любым продуктам в рационе и осмысленно попробовать то, что составляет завтрак, обед и ужин. Начните с простого. Найдите свободную минутку, нарежьте любой фрукт и кусочек за кусочком пробуйте, погружайтесь в его вкус. Без спешки отвечайте на вопросы, нравится ли мне этот фрукт, почему, какая его характеристика сразу бросается на рецепторы, как бы я оценил его сладость по шкале от 0 до 5, какая кислотность, горечь, соленость, что я могу сказать о плотности и текстуре этого фрукта, какая она, что напоминает, приятна ли она мне, с какими другими продуктами можно ассоциировать этот вкус. На этот вопрос можно ответить общими словами или разложить на разные характеристики сладость, как у яблока, кислотность, как у лимона, текстура, как у груши и так далее. Для полноты ответов не торопитесь, обратитесь к себе и своим рецепторам, а главное не стесняйтесь и вспоминайте, и фантазируйте. Цель упражнения познакомиться с многообразием вкусовых параметров, а не попасть в яблочко. После этой практики вы наверняка отметите, что ту или иную характеристику не так-то просто распознать. Поэтому приступим к следующему этапу, изучим себя. Здесь тоже не обойдется без свободной минутки и любого продукта для дегустации. Но теперь задача узнать, как разные области ротовой полости реагируют на вкусовые параметры, где и какие ощущения вы можете уловить. Опять же, пробуйте продукт и поэтапно обращайте внимание на следующие зоны. Кончик языка, боковые области языка, центр языка, пригортанная область языка, небо, десны и щеки. Не торопитесь, кушайте и обращайтесь в каждой зоне и задерживайтесь в ней. Какую информацию она передает? Где вы ярче всего ощущаете сладость, соленость, кислотность и горечь? А где температуру, текстуру или плотность? Здорово, если сможете записать свои результаты, а еще лучше нарисовать. Потому что в ситуациях, когда вкус кажется совсем неуловим, такая карта вкусового восприятия своих рецепторов поможет найти самые деликатные ноты. Теперь вы во все оружие, чтобы приступать к финальному упражнению. Финальному не значит последнему. Заварите чашку любимого кофе, усаживайтесь удобнее. Используя накопленный опыт, наклоните голову к горячей поверхности, чтобы ощутить аромат. Не спешите с выводами, делайте вдох, второй, третий. Вероятнее всего за одной ассоциацией поступит другая. И сосредоточившись, вы найдете несколько нот. Они помогут сформировать ожидание от вкуса, но не зацикливайтесь на нем. Теперь сделайте глоток и погрузитесь в первые ощущения. Нравится ли кофе в целом? Что в нем доминирует? Какие ощущения? Раз за разом, пробуя напиток, проходите этапы осознанной дегустации. Вкусовые параметры сладости, кислотности и горечи. Также плотность и текстура. Оценивайте их интенсивности. Нравятся ли они? Что напоминают? Следите, как вкус меняется при остывании. В момент, когда чашка подостынет, проще всего обратиться к вкусовым нотам. Ассоциируйте без рамок и ограничений. Есть ли в кофе что-то знакомое? От каких продуктов создаются похожие ощущения? О чем напоминает эта сладость, плотность? Насладившись исследованием, возвращайтесь ко вкусу повторно. С каждой новой подобной дегустацией улавливать вкусовые ноты будет все легче. А чтобы процесс был еще и веселым, привлекайте семью и друзей. Можно сделать формат игры, где все тайком друг от друга записывают ассоциации от одной чашки, а потом сравнивают ответы и обсуждают опыт. На сайте Растерии вы найдете много лотов для экспериментов. Если желаете начать с сбалансированного и несложного, выбирайте эспрессо-смеси или лот из Бразилии. Для более уникального опыта подойдет кофе из Колумбии или Эфиопии. К слову, обратите внимание на дриппакеты. Это самый быстрый и удобный способ заваривания чашки черного с сохранением вкусовых прелестей. В ассортименте два противоположных лота – Бразилия Калибри Бленд с нотами молочного шоколада и орехов и Колумбия Уилла Сан-Агустин с нотами меда и красной смородины. Не можем больше задерживать, скорее открывайте для себя удивительные грани вкуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова